Всем привет! Просыхают наши стены по нашей комнате. Стены уже практически сухие, осталось там чуть подсохнуть, ну так как собирается конденсат, стекает весь туда на место, где должен быть подоконник, и там постоянно как бы на сегодняшний день влага. Но суть не в этой влаге, нам нужно сегодня обшить вот эту стену гипсокордоном. Почему мы ее не штукатурили? Потому что этот дом на два хозяина, эта стена походу очень сильно тонкая. И говорит, когда утром просыпаешься, слышно, когда в соседей работает телевизор. Нам нужно ее как бы и не украсть место, и сделать так, чтобы не было слышно соседей. То есть мы ее будем утеплять и делать шумоизоляцию. Вот. В первую очередь мы будем крепить, сначала да, мы покрепим УД, потом покрепим вот эту вот подложку для ламината, для теплого пола. То есть мы взяли 4-х миллиметровый. Вот. И будет бата шумоизоляционная. Ну как бы пишут, что она шумоизоляционная, ну посмотрим, насколько она будет шумоизоляционная. Но это еще не весь материал для шумоизоляции. После, когда мы покрепим УД, покрепим вот эту отражатель, покрепим ЦДшки для гипсокартона. И перед гипсообшиванием гипсокартоном вы увидите, досмотрите этот ролик до конца. И вы увидите, чем можно бюджетным и дешевым материалом сделать шумоизоляцию. И она реально работает. Мы по-любому поставим вот эту вату, все как оно должно быть. Но еще перед гипсокартоном вы увидите, что нужно монтировать, чтобы убрать шумы. Так что будем сейчас скрутить УДшку. Принес я УД. Вот. УД это который у нас идет по контуру стены. Вот. Она крепится для того, чтобы нам было направляющих для ЦДшек. То есть, потом после УД мы будем крепить теплоотражатель. А потом уже будем подвесы все это разбрасывать по через 60 сантиметров. Вот. Потому что стена швется через 60 СД, а потолок через 40. Вот. Сейчас будем набирать с вами каркасы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот получается крепим сейчас точно так же на этой стене, на потолку и на полу. И у нас получается контур уже по уровню. Вот. И потом уже будем закреплять теплоотражатель. Крепим мы на саморезы 45-й, потому что там гипсовая штукатурка и очень толстый слой. То есть, смысл крепить на дюбеля 6 на 40, не вижу смысла. Здесь не бетон. Вот. И оно очень замечательно держится. Вот УДшку мы уже прокрепили. Вот. То есть, контур у нас есть и контур у нас стоит по уровню. Там УДшка выгрунтое из-за того, что там полукруг. Но мы УДшку, когда уже будем крепить СДшки, мы ее подровняем, выгоним, чтобы у нас вертикальный уровень был СДшек. Вот. Сейчас будем крепить к стене теплоотражатель. Вот. Вот этим блестящим будем крепить на себя, получается. А в сторону стены будем вот этим вот задней части крепить. Крепить будем на саморезы и на вот такие вот шайбы, которые идут для укрепления пенопласта для фасадов. Вот. Сейчас будем заниматься укреплением теплоотражателя. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 пошел через шестьдесятки получится в шахматном порядке почему по центру вот здесь уже здесь вот так вот сгинается вот и обхватывает у нас cd чтобы мы потом не играли там где больше и меньше вот и а и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По низу у нас получается метка стоит 60 по центру CD и вот 60, то есть здесь заканчивается лист гипсокартона, он имеет метр 20, так у нас получается от стены метр 20 и чтобы метр 20 у нас заканчивалось по центру CD, потому что здесь один подойдет гипсокартон и отсюда второй, то есть по 3 см остается, чтобы прикрутить гипсокартон. Прежде чем фиксировать подвесы к CD, нам нужно обязательно, чтобы был бы уровень, чтобы все CD стояли по уровню. Вот так вот все стоят они у нас по уровню и точно так же мы сразу же проверяем, что мы выставляли по лазерю. Вот контур у нас весь по лазерному уровню, так как у нас и получается вот CD тоже по уровню. Вот сейчас мы все фиксируем, вот прикрепляем подвесы к CD и пока их, покуда их не заворачиваем. Не заворачиваем, потому что сейчас здесь минеральная вата будет укладываться и будет прижиматься этими подвесами. Ну и если не будет держаться, будем точно так же на такие вот шайбы фиксировать. Вот, низ я тоже не обязательно, но я тоже профиксировал здесь и сверху. Все попрофиксировал, то есть они у нас стоят по уровню. Уровень у нас вы видели, что здесь есть уровень, что так есть уровень. Вот, сейчас все попрожимаю и будем сразу укладывать минеральную вату. Вот, и туда кусок вчера у меня закончился, вот я его докупил, один квадратный метр. Хотя там много, но чтобы не брать по пол квадрата, может где-то пригодится. Прожали мы подвесы до наших CD-шек. Вот, и нарезали вот такие вот перемычки. Перемычки нам нужны для стыков гипсокартона, то есть он у нас метка. Вот, и вот так вот будет перемычка, становиться вот, то есть по метке. Образно сейчас я покажу, по нижней части. Вот у нас метка, и вот так вот будет у нас становиться гипсокартон. Вот, взять вот сверху мы пойдем целым. Вот, и у нас здесь будет стык гипсокартона. Вот, и здесь будет кусочек таблицы, и нам здесь нужны перемычки, то есть на вот эти две центральных, на те две центральных, то есть крайних, и на эти крайние нужны вот такие вот перемычки, которые будут стыковаться гипсокартон. Вот, надо еще чуть-чуть подгонять. Ну, вот, типа в таком образе. То есть у нас получается 2,50 вот внизу, и вот, вон меткой вот эту перемычку мы будем уже после минеральной ваты устанавливать, чтобы она нам не мешала хорошо утеплить. Вот, сейчас будем уже укладывать вату. 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 Вот и все, вата у нас уже Упакована наши профиля Вот, перемычки Уже поустанавливал Вот, получается у нас Здесь целый гипсокартон Оттуда пойдет сверху тоже целый И здесь вот целый, там везде кусочек Вроде бы как бы можно было Боже обшивать, но Сейчас мы будем на профиля Цеплять обычные Картонные бумаги, то есть коробки Там Вот с такими вот большими Ребрами внутри Вот этот картон даст Хорошую шумоизоляцию То есть даст и Плотность стене, то есть он можно будет По ипсокартону стучать, он не будет звенеть Вот, и даст Хорошую шумоизоляцию Делал я Лет 5 где-то назад На одном объекте И оно реально помогало Вот, я конечно тоже этого не знал Ну, когда сделали И конечно результатом я Был удивлен Вот, сейчас будем на обычные саморезы Фиксировать картон Вот, и потом уже прижимать гипсокартоном Вот так вот Укрепили мы Картон К профилям Вот, то есть по саморезу Вот Одному Ну, а здесь надо Надо прожимать Сейчас вот это все Вся часть Будет прижиматься Гипсокартоном Вот И вот этот картон Он не будет давать И гипсокартоне будет звенеть И убирать будет Шумоизоляцию Вот Этот картон никто не покупал Это как бы можно сказать Дешевая Как сказать Бесплатная Шумоизоляция То есть Она какой-то процент дает Ну, дает хороший процент То есть Даже Если взять Просто зашить сейчас гипсокартон И зашить гипсокартон С картоном внизу То есть Разница будет ощущимой То есть И Когда стучишь по гипсокартону Такое ощущение Как будто она С газоблока сделана Либо с кирпича То есть Ну Как бы результат в этом Есть и очень хороший Вот И сейчас будем вот это все Прожимать гипсокартоном Будем саморезы Использовать Где они Вот 35 Вот Не 25 А 35 Так как у нас есть Картон И плюс гипсокартон Ну Желательно Мы 35 Будем использовать Гипсокартон Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот эти все зазорчики Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Вот И в следующем видео Будем Устанавливать Вон там он Угловой Подоконник Угол будем зарезать Вот Должны Два подоконника Должны сойтись Вот там он В углу Поубираем здесь Завтра уже Темно на улице Вот Так что Всем пока